Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Я занималась вопросом о том, с какой статьи хотели судить Есенина по статье «Антисемитизм». Я нашла то, что был некий декрет Ленина против антисемитизма, и по этой статье, вот это уже получается 24-25 год, могли любого человека взять, арестовать, посадить и даже расстрелять, если он что-то там против евреев говорил, или даже косо, если посмотрел. Я вот хотела найти этот декрет, и вы знаете, у меня есть полное собрание сочинений первого издания после смерти Ленина, и я вот не нашла этого декрета, возможно, я плохо искала. Но эту тему я буду обсуждать дальше, именно в связи с Есениным, а, кстати, Бехтеревым и Шатуновым. Это всё взаимосвязано, это всё очень интересно, но в других роликах. А здесь я нашла кое-какие интересные моменты, и хочу с вами поделиться так коротенько. И вот смотрите, вот этот том Ленина, это сейчас я скажу, кто он. Это получается у нас 29-й том. 29-й том. Здесь редакция Адаратского, Молотова, Савельева. Напечатан он в 1934 году, а первое издание первых томов аж в 1926 году, под руководством Бухарина. Вот таким образом собирались, труды Ленина собирались и печатались. Вот это первое полное собрание сочинений в 30 томах, по-моему. Это письма 911-922 года. Ну вот я как раз искала, искала, может быть, что-то по вот этому декрету антисемитизма, но вот в этом томе ничего этого нет. Но здесь есть другое, здесь есть письма Горькому. Вот, допустим, он пишет Горькому, и он беспокоится о его здоровье. Но это еще не то, неинтересно. А вот, например, вот это то, с чем я хотела вас познакомить. Здесь пишет Горькому, на остров Капри, начало ноября 1913 года, Краков. Дорогой Алексей Максимович, посылаю вам сегодня заказную бандеролю начало романа, который идет просвещение. Думаю, что вы не против. Если же вы по чечаю не против, телеграфируйте просвещение. Бойтинского отложите или роман Бойтинского не пускайте. Известно о том, что вас лечат новым способом большевик. Вот смотрите, он берет слово «большевик» в кавычки. Хотя и бывший. Меня ей-ей обеспокоило. Упаси Боже от врачей-товарищей. Вообще, врачей-большевиков в частности. Право же, в 99 случаях из 100 врачей-товарищей – ослы. Как мне рассказал один хороший врач. Уверяю вас, что лечиться, кроме как мелочных случаев, надо только у первоклассных знаменитостей. Пробовать на себе изобретение большевика – это ужасно. Только вот контроль профессоров неапольских, если эти профессора действительно знающие. Знаете, если поедете зимой, во всяком случае, заезжайте к первоклассным врачам в Швейцарии и Вене. Будет непростительно, если вы этого не сделаете. Как здоровье теперь ваш Николай Ленин? Ну, он подписывался псевдонимом Николай Ленин. По скриптам. У нас дела идут недурно. В Питере рабочие сплачиваются партийно во всех легальных обществах, страховых в том числе. Здесь были интересные и дельные парни тоже. Ну вот, меня заинтересовало именно в 1913 году то, что он слово «большевики» берет в кавычки и как бы ерничает над словом «бывший» даже большевик, и большевики-товарищи. Впоследствии Ленин уже пишет слово «большевик» совершенно с другим смыслом, и слово «товарищ» тоже. Да и вообще мы в советске, мы и слово «большевик», и слово «товарищ» у нас это относится как вот к чему-то своему, к какой-то такой хорошей личности, к чему-то надежному. Ну, наверное, так и есть, потому что надо понимать разницу, смысловую разницу. Очевидно, что в Европе, если это большевики-товарищи, это явно не русская национальность, это какая-то другая национальность под этим подразумевается. Я как бы боюсь догадаться, о какой национальности идет речь. И вот он говорит о Швейцарии, о первоклассных врачах. И с врачами, по всей видимости, было плохо в Европе. Какие-то вот, какие-то странные, в кавычках, большевики-товарищи занимаются врачевательством, и это очень может плохо отразиться на здоровье, то есть ни в коем случае, ни в коем случае. А в Швейцарии в это время как раз-таки работала Лина Штерн. Вот, как мы знаем по биографии уже от Вениамина Додина. Я, кстати, иду последую, я занимаюсь этой биографией. Мне очень интересно найти все, что касается омоложения. Пока практически ничего не найдено, кроме вот того, что в дневниках Вениамина Додина. Смотрите мои предыдущие фильмы расследования Бехтеров-Шатунов. Один почерк, пять частей по дневникам Вениамина Додина. Вот, и, соответственно, вот такая интересная информация, о которой я не слышала, чтобы кто-то это разбирал из историков. Вот, ну, не было такого, чтобы кто-то именно вот это письмо разбирал. Как-то не встречалось. Но раз эта информация выплыла, надо будет посмотреть, что такое Ленин говорил. И вообще, что я заметила, товарищ Ленин, он умный человек. И многие вещи, которые, нехорошие вещи, в том числе связанные с антисемитизмом, с еврейством, скажем, с нехорошими чертами еврейства в нашей стране, очень многое приписано Ленину. А я вот ищу источники и не могу найти, потому что все-таки интересно посмотреть, первый источник действительно писал так человек, или это уже потом его оболгали, приписали. И мы эту тему, конечно, обязательно обсудим, потому что надо в этом во всем разбираться, надо зерна от плевел отделять. Что еще касается медицины, это, кстати, вдогонку по теме Додина, по теме врачей, врачей Цикубу и так далее. И Симашка. Симашка ведь тоже в это время как раз находился в Швейцарии, и где-то рядышком с Линой Штерн, наверняка был с ней знаком. И следующее письмо уже Симашка, уже в 22-м году. Это в этом же томе. Вот что он пишет, Симашка. 24 октября 1921 года. Москва. Товарищ Симашка, подписав сегодня решение малого совнаркома о двух миллиардах, кажется так, точно не помню суммы, на чистку Москвы, и прочитав положение наркомздрава о неделе оздоровления жилищ, известия 12 июля, я пришел к выводу, что мои подозрения насчет полной негодности постановки всего этого дела усиливаются. Миллиарды возьмут, раскрадут и расхитят, а дела не сделают. В Москве надо добиться образцовой, есть или хотя сносной, для начала чистоты, или большего безобразия, чем советская грязь в первых советских домах. И представить себе нельзя, что же не в первых домах. Прошу прислать мне самые краткие, но точный деловой фактический отчет, что и где вышло из недели оздоровления. Есть ли хоть одна губерния, где что-либо сделано, не бестолково. Далее, что делается и что сделано в Москве? Кто отвечает за работу? Только ли чиновники с пышным советским титулом, ни черта не понимающие, не знающие дела, лишь подписывающие бумажки? Или есть деловые руководители? Кто именно? Добиться персональной ответственности самое важное. Что сделано, чтобы добиться персональной ответственности? Проверка через кого? Через инспекторов? Сколько их? Кто они? Через отряды молодежи? Есть ли таковые? Сколько? Где и как себя показали? Какие иные средства реальной проверки? Тратятся ли деньги на покупку ценных вещей? Карболка? Орудий чистки? Сколько куплено? Или на содержание новых чиновных бездельников? Председатель Совнаркома Ульянов-Ленин. Владимир Ульянов-Ленин впервые напечатано в 1927 году в известиях ЦИК Советов, номер 18. Печатается по рукописи. Вот такие бумаги доставались. И что? В Москве в 1921 году была грязь. Она была заражена насекомыми. Об этом еще где-то я в мемуарах прочла. И надо было что-то с этим делать. Вот этому человеку, если посмотреть весь этот том и его работы, это, конечно, колоссальный труд. Это просто какой-то гениальный человек Ленин. Вот действительно, без всякого пафоса я говорю. Потому что он буквально каждым вопросом интересовался. И вы видите, и на этот момент, вот только что прошла гражданская война, надо очищать Москву. Потому что Москва, по всей видимости, находится в ужасном состоянии. И это ведь не только она сейчас в ужасном состоянии. Она была и до этого несколько лет. То есть Москва находится в разрухе. По крайней мере, с Первой мировой войны она вот дошла до такого состояния. Идет мировая война, потом революция, потом гражданская война. Заниматься созиданием некогда и, по всей видимости, некому. Но вот Ленин буквально сразу же берется быка за рога и Симашко заставляет, чтобы была персональная ответственность. И тогда разворовались колоссальные деньги. И вот как это все собрать? Как это все организовать и привести к какому-то порядку? Ну и дальше то, что сделал Сталин, это получается еще один, второй гений, которых, ну, пока еще не родились они на земле. Потому что вывернуть из этой разрухи после гражданской войны, который, что говорить про другие города или деревни, или глубинки России, когда в Москве и Питере такое творилось, да? Вот мы это видим даже по письму, по этой записке. Без всякого пафоса. Вот такие вещи. Если вам будет интересно что-то по Ленину, вот именно из этого сборника, потому что вот последующие сборники, да, там они увеличились, уже 105 томов Ленина было, я помню, в 80-м году. Но все ли они, нет ли там уже чего-то добавленного и исправленного? Вот к этой серии у меня большее доверие, потому что она опечатается, во-первых, при жизни Сталина и буквально сразу же вот после смерти Ленина. То есть это первые годы советской власти, и здесь, скорее всего, еще каких-то подлогов не было, вот для того, чтобы что-то менять. Они тогда очень жестко к этим бумажкам относились, чекисты. Это потом уже после смерти Сталина Хрущев начал менять архивы, вносить туда изменения. И об этом говорят, и Илюхин говорил, и многие другие историки о том, что были подлоги. А именно вот этот момент при жизни Сталина, подлогов таких не было. Поэтому если вам что-то интересно, напишите, и я вот по мере возможности, по мере находок я буду давать такую интересную информацию. Ну, а по декрету об антисемитизме надо разбираться, потому что это связано с тем, что творил Троцкий, и под это дело, под шумок, он тупо расстреливал русских людей, которым не нравилось что-то, из товарищей евреев, которые вели себя по-хозяйски на русской земле, и их буквально расстреливали, то есть лишали жизни. А вот Есенина он отпустил, но отпустил не просто так. То есть он расстрелял его троих друзей, их было четверо, по доносу их забрали, по доносу какого-то еврея, что якобы кто-то кому-то сказал жидовская морда. И что там на самом деле было, мы не знаем, потому что нет документов, нет архивов этого дела. А очень хотелось бы посмотреть. Кстати, если кто вдруг знаком, приближен или знает, может быть, пришлите, пожалуйста, ссылки на вот этот документ этого суда по антисемитизму, где обвиняли Есенина, и троих его друзей расстреляли по этому суду. А Есенин смог его избежать, потому что он его взял под свое крыло Ганнушкин, Петр Ганнушкин, в психиатрическую больницу, и тем самым он как бы его спас от суда. Но то ли он его спас, то ли они сыграли роль доброго и злого следователя, потому что пошел ли бы Ганнушкин против тогда всесильного Троцкого на этот момент, большой-большой вопрос, потому что на момент смерти Есенина Троцкий еще был в большой-большой силе. И, кстати, Троцкий подготовил себе преемника на свое место того самого Михаила Калинина. То есть Михаил Калинин – это ставленник Троцкого. У нас у многих есть такое заблуждение о том, что Калинин – это вот какой-то такой добрый староста, добрый дедушка, на самом деле это очень зловещая фигура, которая затерта, так сказать, прикрыта, в тени она находится. Но надо это все вытаскивать из тени, потому что всех казлов отпущены, повесили все преступления, повешенные на Сталина и даже на Ленина. Вот Ленину приписали этот закон об антисемитизме. А где он, ребята? А где этот декрет? А вот в самом декрете там ничего такого нет, оказывается, который, по крайней мере, декрет, который есть в открытом доступе в интернете. Но об этом мы поговорим в других роликах. Сейчас благодарю всех за внимание, благодарю за поддержку канала. С вами была Галина Конышева. До свидания. Продолжение следует...